всем привет друзья всем привет так проверка связи как нас всем привет все до нас видно слышно ура дима лена всех приветствую ну что друзья в общем давай дима давай я думаю что все прекрасно понимают с чем связана тема до который мы сегодня предложили разобрать тема это тревожности и как мы можем регулировать эмоциональное состояние с тревогой вот те идея но понятно что идея у нас всех где проведение этого эфира схожие потому что мы все испытываем в точности то же самое что и каждый русский человек и украинский человек я думаю что и ближайшие страны которые со всем этим находятся вот и так как мы это все испытываем то мы решили поделиться с вами сегодня как мы пользуем практике да какие мы как используем собственные знания для того чтобы балансировать внутреннее состояние просто я по себе могу сказать что последние там несколько дней нах я нахожусь в индии но у меня сильно эмоционально под накрыло вот я где-то два дня вся приходил потом начал делать практике все ожил а так было достаточно подавленное состояние вот и у нас сегодня у нас сегодня вадим попов основатель радужной гимнастики но я думаю все знают его кто не знает вот вдруг у нас на эфире впервые вадим попов основатель радужной гимнастики и руководитель клуба практиков онлайн онлайн клуба практиков где вадим ведет занятия регулярные вот и также у нас елена андрейченко это эксперт по аюрведе вот елена живет в индии или мошуне и индец вот они вместе занимаются правильным питанием рассказывают про специи как как правильно использовать специи питание но и вы в ирведи соответственно ну или на также ведет консультации по ирведи и не только консультации а введение на нормализацию человека приведения человека в здоровое состояние да и физически эмоционально вот и предлагаю предлагаю начать и хотел бы начать пожалуй с елены да так вот мы недавно с ней раз к разговаривали она поделилась тем что у нее есть человек клиенты с паническими атаками вот и было бы интересно наверно прям пойти самой глубины да мы будем с вадимом там может быть какие-то комментарии вносить вот нам самим интересно как это происходит то что каким состоянием человек приходит да вот с панической атакой до что как он может может ли он сам себя как-то приводить в порядок или уже только с помощью помощью внешней внешней помощи и так расскажи пожалуйста что у тебя это можешь поделиться с точки зрения как человеку можно помочь самому себе ну или с помощью вот тебя от помощи твоих на ней до помощи вадима знаний и с помощью самих внутренних практик спасибо большое за возможность выступить я приветствую всех кто слушает нас сейчас и чтобы слушать записи тема тревожности очень актуально сейчас и за последние полгода количество обрастившихся людей которые испытывают тревожное расстройство которые испытывают панические атаки значительно увеличилась эта тема обусловлена прежде всего тем ну как аюрведа рассматривается доктора мои мне интерпретируют это состояние человека она очень обусловлена диджитализации то есть наличием виртуального мира наличием огромного количества информации которая у нас контакта разрыв соотношений между левым и правым шартом полушарием да человек на скажем так на свои подкорки может себе на воображать событий которые еще не произошли а в реальной жизни есть опыт который может потрогать и пощупать и проверить и вот этот вот разрыв между тем что в реальности тем что в воображении создает у человека неимоверное напряжение и вот это напряжение когда человек скажем так какую-то мысль на чем отличается тревожное тревожного тревожный человек который думает какую-то мысль он постоянный он постоянно прокачивает вот это напряжение в себе и его внимание именно цепляется за те объекты вокруг него чтобы найти доказательства того что все все плохо человек который нет вот этого вот виртуального воображаемого угрозы которые еще на самом деле не случилось то есть здесь есть такой вот момент что все тревожные расстройства они очень много энергию он себя чувствует обессиленным он не в состоянии ничего делать у многих людей какие симптомы бывают часто бывает неконтролируемой скачки давления человек собирается куда-то выйти из дома и чувствует у него поднялось давление он парализован не может стать чувствует что какой-то рвотный рефлекс что-то там тебе тошнит болит голова то есть ты но не в состоянии принять начать действовать просто подняться и включить свои органы движения то чтобы куда-то пойти появляется такой вот страх который на самом деле человек очень трудно самостоятельно если он его не распознал если он не идентифицировал вообще что это тут важно отловить вот эту мысль которая тревожит и что я хотела бы сказать чтобы я хотела сказать тебя меняется гормональный фон вот и мы можем выйти в тот гормональный фон с помощью еды помощью йоги помощью медитации с помощью прослушивания определенной музыки мантура то есть это все вот такой вот глубокий комплекс который помогает нам когда мы находимся в таком маринаде хороших наших гормонов так вот мы видим проблему сейчас которая нам кажется самая ужасная но когда мы в своей голове в своем воображении перенеслись медитацию перенеслись там на море в детство там ну есть техники определенные и мы напитаны этим хорошим нам эта задача кажется проблема не такой уж и большой поэтому ну суть тех проработок которые направлены на тревожность менять человеку вот это вот гормональное состояние мы рассматриваем работу психотерапевта если вы понимаете что вы не оставляет мы рассматриваем йогу клинике мы рассматриваем изменение питания очень сильно рассматриваем мы рассматриваем упражнения которые будут укреплять человека в его вере в его мироощущения вот это важно ну проконтролировать то есть что мы выделяем первую очередь первую очередь мы выделяем в рационе в меню я самое такое простое да к чему мы можем выйти важно убрать те продукты которые создают много в организме много тревожности много сухости много ветра да можно сказать вот этой вот в аэрведе есть понятие вата вата душа это соединение эфира и воздуха это очень подвижно это когда он становится беспокойным когда начинает вспотать нервная система есть также продукты которые обладают свойствами ветра свойствами эфира да то есть это легкие продукты или которые вызывают газообразование которые вызывают сухость холодность мы убираем эти продукты из нашего нашего рациона то есть мы убираем кофе это один из таких вот сушащих стимулирующих возбуждающих напитков который создает в голове путаницу убираем крепкий чай мы убираем сухомятку всякие бутерброды а мы убираем продукты которые тяжело усваиваются выпечка мы убираем выпечка из белой муки которая может заклеивать нам ворсинки в кишечнике и не давать нутриентам когда у нас есть недостаточное питание у нас клетки мозга тоже много чего мы убираем вот этот компонент мы убираем очень острую пищу которая вызывает теле жар жажду вот это мы оставляем из всех специй только куркуму соль зиру фенхель кардамон то есть вот это то есть у нас никаких там перцев никаких гвоздик бадьянов то есть убираем вот эту пряную еду и переходим на еду которая будет нас успокаивать а это еда которая полужиденькая такая с большим количеством масла ги просто сливочного масла то есть это такие вот супчики кашка размазня вот такая которую нужно кушать в небольшом количестве мы не переедаем потому что когда мы начинаем переедать у нас опять происходит сбой в пищеварении повышается ну как требуются ресурсы организма на переваривание и соответственно у нас не остается ресурсов на восстановление и успокоиться мы не можем становиться самостоятельно пищу мы начинаем дробить жиденькая маслянистая как советские в больницах была вот такая вот кашка такая себе там я не знаю овсяная рисовая либо это кичери хороший вариант просто отличный вариант там есть бобовые в составе либо супчик из маша еще такое хорошее блюдо это рис с простоквашей вот прям домашний такой плотный простоквашей когда варится рис и добавляется простоквашей перемешивать то есть она тоже очень хорошо успокаивает также ну в общем как бы основа должна быть жидкая маслянистая теплая все продукты которые сухие холодные которые очень острые которые либо очень соленый по числу да мы это все убираем в сторону и просто садимся на такой вот спокойный и размеренный режим маленькими порциями кушаем не пропускаем приемы пищи не пропускаем то есть если вы где-то забегались у вас обед мы не должны пропускать как только мы пропускаем пищи у нас в теле начинает вырабатываться очень много ферментов которые повышают огонь пищеварения которые начинают поступать в кровь и человека делать агрессивным таким образом ум становится нестабильным его не сможешь контролировать помощью еды мы можем контролировать состояние нашего ума и и мы помогаем себе специи есть несколько вариантов напитков которые вы можете употреблять и которые будут вам давать и энергию и покой то есть вот такое один из самых популярных напитков это фенхелевая вода это вы берете я могу эти рецепты выложить в радужной гимнастике чтобы сейчас на них не заострять внимание это простые вещи когда вы можете замочить ложечку фенхеля на ночь водой настоять и выпить когда вы можете просто заварить кардамон или добавить гур или допустим сахар который и коричневый и это будет энергия и сладкий вкус успокаивает очень хорошо вот это вот ощущение какого-то ажиотажа также мы рекомендуем кардамон кардамон сахар и вода до фенхелевая вода я сказала мы можем также если кто из вас сделал розовое варенье тоже это прекрасный анти антидепрессант и успокаивает очень варенье из розовых лепестков очень хорошо также работает миндаль миндальные орешки они очень хорошо влияют на работу мозга мы рекомендуем если вы чувствуете что вы не можете заснуть что-то вас беспокоит и для того чтобы не перегрузить свое пищеварение особенно на ночь вы можете себе приготовить взять 5 миндальных орешков замочить их хотя бы там на пару часов снять кожуру и пережевывать делать достаточно большое количество жевательных движений чтобы эти орешки превратили такую маску во-первых когда мы жуем у нас вырабатывается слюна как первая пищеварительная жидкость и это помогает легче намного переварить пищу не вызывают затруднений и выработать вообще в себе привычку все долго жевать потому что когда мы пищу глотаем когда мы на ней не сосредоточены мы не получаем тех нутриентов и так далее то есть тут важно подходить к пище как как к лекарству можно это очень-очень важный момент напитки что еще а используйте в своих регулярных чаях мяту то что зеленого цвета мята можно использовать базилик можно использовать фенкель я уже сказала можно использовать но в инде популярно тулси так что еще что еще нам нужно одну секундочку а есть еще очень-очень хороший рецепт который мы клинике советуем нашим пациентам кто понимает что у него нет сил и есть еще тревожность к этому мы можем себя поддержать помощью препарат у меня всегда моей домашней обтечке два вот таких препарата это ашваганда ее многие знают популярный шей адаптоген да он помогает переводится как сила лошади помогает человеку если выпить на ночь молоком пол чайной ложки молоком если горячим выпить на ночь молоко ночью начинает усваивать блок и для усвоения требуется много времени и препарат начинают а если добавить препарат это он переводится с санскрита как нечесанная ягиня корень это корень который реально вот такой вот лохматый весь такой вот и действительно так переводится как топать я как молитва и он дает свойство вот это вот егического спокойствия именно как после медитации и где-то вот шестая часть чайной ложки пол чайной ложки ашваганда это золотой рецепт для людей кому надо подключить свои нервы адаптировать перестать раздражаться это это то что у меня в феврале месяце когда начались события у нас была группа туристов которые просто были в шоке мы пошли в клинику мы купили джотаманс и ашваганду и это были те палочки-выручалочки которые действительно давали хороший сон давали силы по утрам подыматься и если у вас очень много задач то это просто помощники которые вас выручат и джотаманс это валерья новая семейство но он не дает такой тупости как вы выпили валерьянки вы сидите со стеклянными глазами такие не понимаете как куда вам двигаться да не можете вести машину здесь спокойствие достигается вот оно сравнимо как спокойствие после медитации когда ты спокоен но ты при этом в состоянии контролировать свои мысли думать направлять свою энергию не растение управляет собой а ты управляешь сам собой за счет того что ты сделал вот обязательным условием для того чтобы смягчить нервное напряжение является промаскивание промаскивание всего тела называется это объянга делается это утром на после теплого горячего душа вы зашли в душ мочалкой как себя как маленького ребенка начиная от кончиков пальцев промассировали раскрыли поры кожа теплая влажная взяли нагрели себе масло желательно кунжутного черный кунжут это масло которое идеально впитывает поры несет очень много полезных веществ микроэлементов по сравнению белым кунжутом намного выигрышная позиция у черного и вот вы себе просто делаете такое промасливание поглаживание и что это дает масло вместе с массажем прогревает сильнее тело делает мышцы более податливыми более мягкими плюс у вас начинается улучшается кровообращение плюс само по себе вот абьянга да переводится на санскрите звучит как смеха на объятия матери то есть когда вы себе делаете абьянгу маслом вы попадаете будто к своей маме на ручке и вот то ощущение убаюкивание и спокойствие когда вы теплым именно теплым маслом все промасливается головы до ног создает вот этот вот покой и даже можно это сделать на ночь то есть мы рекомендуем часто своим пациентам на две недели взять себе такую я сказать аскезу взять такое обязательство какая-то старая ваша пижама масло на горячую на теплое тело влажное нанесли надели пижаму постелили какую-то там клеёночку под старую простынь на постель шапочку одели промаслили то же самое голову или глистать и вот это масло оно дает такое вот убирает вот эту вот скованность напряжение в теле то есть человек расслабляется особое внимание мы еще уделяем массажу массажу пупика звучит но многие мне клиенты как это глупость мы серьезные люди мы готовы пить таблетки но пупок массировать не будем это одна из таких вот старых техник которую каждый аюрведический доктор дает когда перед сном мы глубоко погружаем мы берем чайную ложку масла и заполняем наш пупок и начинаем движение женщины против часовой стрелки то есть ставим руку вот такой вот лопаточкой и начинаем там 12 часов потом у нас там 10 часов 8 часов и пошли против часовой стрелки такими концентрическими окружностями область пупка это 4 пальца сверху 4 снизу вот эта область она должна быть максимально промассирована и потом возвращаемся в обратную сторону и опять сходимся и когда у нас живот мягкий ненапряженный мы легко засыпаем у нас меньше стресса и это дает возможность успокоиться массаж ступней то же самое вы знаете на ступнях представлены все наши акупунктурные точки отвечающие за наше здоровье то есть это тоже такая хорошая техника которую можно использовать главное здесь не лениться не просто прослушать там лена рассказала главное начать делать массаж я сказала в индийской традиции конечно стать мантру дать хануман чалиса это номер один воспевание бога ханумана который представляет собой она похоже как при присяге да когда одна рука так сильно держится в кулаке вторая рука кулак опущен и вот ты стоишь на одном колене и смотришь вперед и при этом соблюдаешь дыхание я не совсем скажем так мастер йоги да но доктора клинике аюрведа у меня есть запись этой позе вдруг кому-то будет интересно то есть показывает достаточно сложно выстоять держать напряжение в руках слушать мантру смотреть вперед такая практика рекомендуется она действительно вот смотришь ты как будто вау такая вся такая всесильная плюс одна из важных рекомендаций поза молнии алмазная поза после еды в аджрасана когда ты садишься после еды я думаю вы знаете эту позу так пятки касаются ягодиц до сложенной позиции как школьник ты после еды высиживаешь 10 минут и никуда не бежишь понимаешь покушал да чисто вот мысль о том что все переварилось важно замедлить вот это самое такое основное в практике работы с тревожностью то есть что нам важно давайте подытожим хорошо мы контролируем питание чтобы это было жиденькая чтобы это было тепленькая маслянистая со специями которые зеленого цвета скажем тогда кардамон фенхель можно добавлять куркуму и соль то есть это такие вот основные мы вводим детоксии на основе фенхеля на основе мяты мелисы базилика мы также добавляем промасливание тела мы добавляем массаж пуска и стоп также вы можете добавить промасливать внутренние носовые ходы обязательно это тоже помогает выровнять гормональный фон так напитки сказала это сказала что еще важно а ну а ну лома вилома это практика которая помогает уравновесить уравновесить энергию в левом и правом полушарии мозга и да и пингала каналы да можно даже у нас часто рекомендует доктора практиковать дыхание левой натрию чандра бедана пранаяма да мы наполняем левый лунный канал да который отвечает за расслабление тела и с этим засыпать шавасана не рекомендуется антидексанты не рекомендуется мои ситуации клиентами у меня сейчас есть женщина на лечении которая она не может получить часть из индии свой комплекс препаратов и уже у нее случился она пошла к ней роботологу не роботолог даже не могла разговаривать просто рыдала мне трубку она пошла к ней роботологу не роботолог выписал выписал ей антидепрессанты и когда мы в клинике узнали она она уже начала употреблять два-три дня мы ей просто выписали с сайта тут который доступен так что в течение двух дней была доставка мы выписали комплекс препаратов не все есть в наличии но мы выписали комплекс который она будет заменять свои антидексанты пока она там пару-трой дней на них но задача уйти мы выписали препараты которые на травяной основе том числе которые вам показала самых популярных и она уйдет попробуй день-два будет снижать дозу то есть есть определенная технология задача пути задача уйти раз уже такое случилось и также 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 медитации это самый быстрый способ самый быстрый способ но не у всех есть вот это самое большое к сожалению не у всех есть возможности этим заниматься не у всех есть грамотный проводник не каждый из нас может посетить курсы В Индии это популярнейшее средство панических атак, курсы випассаны. Я много людей видела, которые приезжают просто для того, чтобы заняться собой. Это большая вещь. Спасибо вам большое. Хочу передать слово Вадиму или Дмитрию, кто будет дальше. Я просто не вижу вопросов в чате, к сожалению. Если они есть, то я готова ответить. Вопросы есть небольшие, но посмотрим по времени, как в конце, если у нас будет время. А если не будет, то в чате клуба еще более детально тебя поспрашиваю. Ну что, Вадим, твое слово. Я бы так сказал, что Елена очень четко все расписала уже, можно сказать, рецепт здоровой психики, вообще здорового человека поэтапной, начиная с питания и уже заканчивая медитацией. Хотелось бы задать тебе тогда вопрос, что ты можешь добавить от себя или даже раскрыть по поводу, как человеку уметь сохранять внутреннее состояние целостности. Я специально не употребляю, скажем так, не испытывать тревогу, не бояться. То есть я по своей уже натуре, я уже всегда использую позитивную терминологию. То есть что вместо тревоги? Баланс, внутреннее состояние, целостности, спокойствие, ну и так далее. Итак, Вадим, тебе слово. Спасибо. Спасибо, Лен, с удовольствием очень послушал, прямо погрузился, вспомнил. Готовимся, у нас скоро будет тур тоже в юридическую клинику, хотя не знаю, как сейчас в таких условиях все это получится, люди беспокоятся. По поводу билетов, там всего, и вот эта тревожность я со вчерашнего утра просто принял на грудь, как говорится. Чуть ли не первый звонок у меня был, ну где-то вот я провел занятия с 7 до полдевятого, наверное, до 9.